Теннис крайне важен для мировой букмекерской индустрии. Учитывая ежегодные миллиардные ставки на спорт, она должна быть особенно чиста и прозрачна. В 2007 году было начато расследование, вызывающих подозрения ставок и организации договорных матчей. Марк Филлипс был одним из тех, кто проводил это расследование. Аналитики заметили связь игроков с аферистами, и поэтому мы поняли, что есть очень серьезные свидетельства коррупции. Возможно, это хорошая возможность для наложения штрафов на игроков. Нужно закончить расследование, штрафовать игроков через дисциплинарный комитет и затем создать мощный сдерживающий механизм. BBC и портал BuzzFeed News получили документы от инсайдеров мира тенниса, в том числе данные расследования, проведенного Марком Филлипсом и другими специалистами. Они выявили несколько букмекерских синдикатов, связанных с игроками. Российская группа делала ставки в пяти подозрительных матчах и выиграла 350 тысяч долларов. Сицилийский синдикат делал ставки в 12 играх, в том числе в трех матчах Уимблдона, и выиграл более 900 тысяч долларов. В течение нескольких лет опасения по поводу 16 ведущих игроков, задействованных в подозрительных матчах, направлялись на рассмотрение организации по контролю за соблюдением спортивной этики в теннисе. Некоторые из этих игроков на этой неделе будут принимать участие в открытом чемпионате Австралии. Теннис готовится к первому большому турниру в этом году, и организаторы чемпионата заявляют, что относятся к проблеме коррупции очень серьезно. Мы в курсе всего этого. Думаю, что сейчас коррупция происходит на очень низком уровне, и наше дело — бороться с этим самыми эффективными методами. Чтобы заставлять людей играть и смотреть игры, мировой спорт должен показать, что делает все возможное для защиты честной игры.